Ничего. Какие жалобы? Никаких. Осмотрить терапевтом перед вакцинацией – процедура обязательная. Врач не только спросит о самочувствии, но и измерит давление, послушает лёгкие и, конечно, попросит подписать согласие на прививку. Желающих её сделать сейчас не сказать, что огромное количество, но довольно много. По сравнению с прошлым годом, примерно одинаковое количество пациентов идёт на вакцинацию от гриппа, потому что все знают осложнения, какие могут возникнуть в результате этого заболевания. Поэтому прививаются активно и возрастные категории граждан, и молодые сейчас очень много тоже прививаются. В первую очередь прививку могут сделать в Алакжане, которые находятся в так называемой группе риска – пенсионеры, врачи, педагоги, те, кто по долгу службы много общаются с людьми, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Также в этом году в национальный календарь прививок были включены беременные женщины. Они могут пройти иммунизацию во второй и третий триместр беременности. Помимо того, что сама мама получает иммунитет от гриппа, её ребёнок вместе с молоком также получит антитела и в первые полгода жизни получит защиту от вируса. Прививочная кампания в нашей области стартовала 1 октября. И на сегодняшний день вакцинацию прошли 288 тысяч в Алакжан. Это 80% от плана. Такой же показатель и на уровне города. Всем остальным нужно успеть привиться до начала декабря. Потом просто не будет смысла. Мы торопимся проводить иммунизацию. Конечно, сроки у нас, скажем так, с учётом того, что сейчас ожидается похолодание. Мы, конечно, планируем за последние две недели завершить всю вакцинацию. Вакцина, она традиционно наш отечественный препарат, который многолетний опыт его использования на территории. Для взрослых используется препарат Гриппол, для детского населения Гриппол Плюс. И также для беременных женщин используется вакцина Гриппол Плюс, не содержащих консервантов. По словам специалистов, в этом году Грипп может прийти в середине января. Это абсолютно привычное время. Пик заболеваемости прогнозируется на февраль. Новых штаммов, как и каких-либо чрезвычайных ситуаций, не ожидается. Тем не менее, медики всё же советуют пройти вакцинацию. Ведь не столько опасен сам Грипп, сколько осложнение. А прививка может спасти как от того, так и от другого. Александр Устинов, Алексей Романов. Новости Вологды.